Вот вид микрократера. Вот это поверхность пленки. Вот выброшено из микрократера вещество. Вот диаметр микрократера на пленке. Вот высота микрократера. Вот это вещество выбросило сюда. По объему. Не проверял. Следующий слайд. Микрократер, который на предыдущем фото был показан, имеет в плоскости фотопленки диаметр 1,1 микрона, а глубину где-то 38 нанометра. Этот след соответствует следу СВС азота. Ну а дальше меня заинтересовало, а какая же энергия выделяется при таком взаимодействии. Дальше несложные расчеты аппроксимировали микрократер конусом. Соответственно, можно посчитать, сколько этот конус имеет объем. Вот он получился. Дальше. Значит, получается, что микрократер имеет объем 10-20 кубического метра. Ну а дальше сделаем грубую оценку, что сколько энергии, сколько джоулей надо потратить на то, чтобы испарить, выбросить эту жидкость на поверхность. Эта энергия получилась 23,6 мэра. А почему вводят? Ну, самая большая теплоемкость. Вообще-то здесь просто нарушено малифорит. Надо было энергию связи этого вещества взять. Ну, как оценка это годится. Как оценка. Как оценка это годится. Причем эти микрократеры оставляют эти солитоны, без разницы где. На рентгеновской пленке, на стекле, на металле они оставляют одинаковые в этих параметрах то, что указано. Следующее. А, кроме того, есть еще одно свойство этого солитона. Оно каким-то образом взаимодействует с лучом лазерного лазера. Значит, мы провели один опыт и попытались проверить, будет ли фокусироваться вот эти солитоны на своем генераторе коронно-стримерного разряда. В результате, через 15-20 секунд после включения генератора, лазерные головки выводились из строя напрочь. То есть они перестали работать. Чисто механически. Ну, это коронный разряда, и вы его... Ладно, ну что-то ерунда. Ну, ладно. Энергию дали факт. Да, ну, ладно. Значит, дальше была сделана оценка, что будет, если, например, такая штука попадет в эритроцит. Значит, несложные расчеты по, зная вес эритроцита, мы получили, что эритроцит получит дозу 37,8 грея. Ну, если перевести на рады, то это 3780 рад. При этом эритроцит... Александр, тут вот народ вряд ли ваши эти самые греи рады знает, ты в джоули как-нибудь переведи. А вот они в джоули на килограмм. 37,8 джоули на килограмм. Ну, вот это нам как-то понять. Да. Вы же не знаем ваши эти греи толком. Эритроцит будет убит. Он просто его разорит, это чисто механически. А следующий слайд. Лейкоцит имеет объем и вес приблизительно в 10 раз больше. Но и если такая штука попадет в эритроцит, то эритроцит либо погибнет, либо будет мутировать с раковой мутацией эритроцитов. Отсюда понятно, что при попадании такого излучения, повреждения в организме, будут приводить к белокровию, к раковым различным заболеваниям. Следующий. Ну, я не буду дальше. Значит, показываю рентгеновскую пленку, которую мы расположили около кавитаций-звыбного аппарата. Значит, пленка располагалась как параллельно оси вращения, так и перпендикулярно оси вращения. Значит, на пленке, которая располагалась параллельно оси вращения, особых отличий по количеству микрократеров на контрольном пленке и на пленке, которая облучалась, не выявлено. а там в этом генераторе у вас металлическая поверхность за металлической поверхностью приблизительно 20-30 миллиметров металла а вот эта пленка на каком расстоянии дальше? потому что у Пахома у него сильная зависимость от расстояния я потом объясню эту штуку значит пленка была разрезана вдоль всей оси и просматривалось приблизительно 60 кадров каждый кадр брался приблизительно с одного сантиметра один маленький кадр при изучении таких кадров мы увидели, что на одном кадре, который где-то был полсантиметра количество микрократеров увеличилось приблизительно на треть и превышало ошибку измерения в 5-6 раз то есть это не статистическая погрешность что такое микрократеры? вот мы их видим, черный ободочек это выброшенная на поверхность а вот светлое это то, что просвечивается микроскопом значит, что увеличилось на треть это и без этого она засвечивается? вот и без этого значит, пленка... то есть просветка у вас снизу? снизу, да эту пленку я взял в рентгеновском кабинете в нашей медсанчасти которая хранилась за свинцовым стеклом на расстоянии где-то 10 метров но лежала там достаточно длительное время и получилось так, что если посчитать дозу облучения вот как я говорил то она была уже предварительно облучена вот этими иглами с величиной облучения где-то 10 раз 10 раз это для профессиональной дозы облучения для персонала, который работает в традиционных условиях не должна превышать 5 раз в год на самом деле 3 раза значит, она здесь получила уже дозу облучения 10 раз а на какое время? я не знаю, какое время пленка там хранилась ну, скажем, это месяцы следующие ну, как я сказал бы выявили два кольцевых луча вот этих облучения которые позволили сделать дозу облучения ну, где-то в районе 0,75 2,24 на 10 минус 2, играя в час если перевести это дело на профессионально это 2,2 рентгена в час рада в час то есть за один час персонал, который попадает под это излучение он получает дозу облучения приблизительно равной годовой дозе допустимого облучения для персонала но так как эти лучи направленные имеют маленький размер то вот в этой то ты попал под этот луч то ты можешь повредить лимфоузовы, например или ты случайно встал на него костный, красный мозг следующий слайд ну, дальше вот я обращаю внимание что люди, которые работают с реактором ГРОСИ с установками Лачаева с плазменными разрядами Лимова они все попадают под это излучение следующий слайд подтверждение пришло из 1985 года от Сухумского физико-технического института значит, они создали малогабаритную установку для ускорения ионов до 8 МФ на основе вот такой штуки и начали ее проверять следующий слайд и они обнаружили что аппаратура, которая находилась за металлической мишенью и за защитой металлическая мишень была достаточно толстая то есть она эти все 8 МФ она поглощала и поглощала аппаратура стояла на пучке выходила из строя причем она выходила из строя не раз и не два многократно пока они не убрали эту аппаратуру на следующий слайд а на мишени из плексигласа который стоял на далеком удалении от пучка они обнаружили вот такие концентрические кольца если бы они рассмотрели эти концентрические кольца в микроскоп они скорее всего увидели бы микрократеры вот наши микрократеры это фотография верните назад вот они здесь поставили оргстекло они визуально обнаружили вот такую не написано но скорее всего это размер пучка проясните да дальше ну и еще раз говорю они написали что они обнаружили микролептоны ну так было заявлено на статье микролептоны это введено Ахатрием Анатолий Федоровичем назвали вот и повторяю то же самое что они изучили что это излучение от источников нейтронов от кобальтового источника от альфа и так далее от ультрафиолета от СВЧ то есть все то же самое о чем говорили 20 минут уже все 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 закончилось спасибо спасибо за доклад скажите пожалуйста вот те исходные данные на основе которых вы вот эту зависимость от атомного номера элемента помните диаметр и глубину кратера делали публикованы ли эти исходные данные или планируете ли вы их публиковать и сколько там кратеров вы обработали вот таким образом чтобы получить ну вот такой погрешность там 10-5% ну на пленке значит обнаружено вот на этой пленке стоп еще раз где-то там цифры буквально были нет нет в общем на пленке было зарегистрировано на контрольной пленке было зарегистрировано приблизительно 86 микрократеров а на пленке которая облучалась попала в облучение было зарегистрировано приблизительно 125 микрократеров Он спрашивает, это что? Какая-то материя транспортируется для того, чтобы создать эти кратеры из генератора? Мы можем этими словами сказать, что это созданы... Они не знают, какая материя... Мы говорим о том, что почему-то это связано с ядром, с атомным весом ядра, то есть это излучение генерирует с ядром Это важный вопрос, что размер и глубина этого кратера зависит от атомного числа этого материала Но какая-то природа этого генератора, которая двигается по этой линии, я не знаю Скажите, пожалуйста, какая у Вас жидкость использовалась в кавитаторах? И наблюдались ли какие-то явления световые при работе кавитаторов? Были ли излучения, какие-то вспышки или сонолюминесценция? Он закрытый, но тем не менее сонолюминесценция обязательно присутствует Это не только... Излучалось это давным-давно Но есть такой открыватель вот этого излучения кладов Александр Фёдорович, который в 95-м году опубликовал «Деструкция материи» Где он описал, почему появляется новое вещество Он описал это следующим образом Когда корректирующий пузырёк схлопывается То энергии хватает для того, чтобы произошло капельное слияние ядер Но у нас есть несколько другая версия Александр, я тоже домыслный, вопрос был о том, наблюдали Вы смещение или нет? Мы не наблюдали Вода? Обычная вода Баранов Водопровод Я смотрю на Ваши картинки Нет Просто я сейчас такие же похожие видео у себя Вот некоторые кратеры это янки Но есть ещё и шарики Которые вот эти... Вот есть подозрение, что эти шарики как раз вот эти янки и выбивали Вот про шарики мы не изучали это явление Мы обратим только этим явлением занимались Поэтому только на это явление ушло 4 года Но шарики есть у Вас? Вот шарик, я могу показать Нет, это не шарик Это везде янки Везде янки Везде янки Спасибо Спасибо Пахомов В начале своего вступления Вы сказали о неком космическом факторе И упомянули там имя Шноль и других Вот этот космический фактор Ну вот непонятно, потому что потом речь шла исключительно о эффектах, связанных с некоторыми... Вопрос, Саша, вопрос Вопрос, в связи с чем был упомянут этот фактор И исследовали ли Вы, значит, вариации во времени вот этих эффектов, которые, возможно, связаны с космическим фактором Исследовали, но это тема отдельная То есть мы не будем говорить сейчас об энергетических кластерах Ответ получен Климов Вы сможете начало приводить? Все-таки опять вернемся к Шаудасу Вещание еще в этом Шаудас, да Вот он Смотрите, как Вы мерили вот эти 6 и вот эти вот А21 Значит, вот эти кэлы делились элементарно То есть две пленки ставились под обращение Одна над другой И мы видели, что на первой пленке я вижу, а на второй не Зная размер толщины пленки, знаю толщину пакета Я сделал граничную оценку вот такую Ну, это понятно Теперь вот 10 в 11-е 10 в 11-е, значит, это Кен Шолгерс привел А, это не ваш Нет, 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 подождите А мы зарегистрировали 10 в 12-е электронов Как зарегистрировали? Я Вам сказал, счетчиком То есть мы вели счетчик наш И вот он сделал Вам такой сигнал И как Вы выкинули 10 в 12? Мы увидели, когда мы счетчик ввели в определенный колебательный процесс Вот, то начали взрывать вот эти кластеры то на пленке Да, это в дискуссии, но это очень-очень интересное замечание Что это каким-то образом связано, видимо, с концентрацией электронов Еще вопросы? Ну, вопросы я немножко поясню, хорошо? Чуть-чуть Тогда это выступление Вопросов больше нет Выступление есть? Вот я могу сказать Да Юрий Николаевич Бажутов проводил множество экспериментов на протяжении 30 лет И он фиксировал всевозможное излучение В результате он пришел к выводу, что нужно защищать сотрудников, которые работают на этих установках С помощью торопластовой пластины или такой камеры Толщина этого стекла, оргстекла, должна быть не менее 2 см И вот тогда эти излучения не фиксируются Проводились излучения до стекла То есть до стекла, допустим, прибором кран Они не фиксировались Переносили этот прибор внутрь Там, где идет реакционная Стоит реакционная система Там фиксировались эти излучения И это не только с помощью прибора кран Ну и других Вот с нами работал Пархомов Он с помощью своих приборов тоже фиксировал около камеры излучения Дмитрий Иванович, спасибо, понятно Это очень важное, да, соображение о том, как наблюдал Бажутов эти влияния этого излучения Дмитрий Иванович, спасибо Еще минуточку Значит, об этом можно прочитать В последнем сборнике, который мы опубликовали Там список всех основных работ Бажутова в его последней статье Она опубликована Вот, Александр, можно я пару слов тоже хочу сказать Значит, очень интересный доклад Вот на фоне этого доклада Мы можем Мы можем Дискуссию вот в кулары Пожалуйста, вот здесь Вы немножко мешаете В ведении этого сессии Мы можем на фоне этого На примере этого доклада Наблюдать развитие работ вот этих Потому что посмотрите, как разительно отличаются работы Например, Александра Чешкина и Почему-то отлучается, само собой И Влада Или, например, вот Андрея Чистолинова Но важнейшее отличие состоит в том, что у них мощный генератор Вот этого излучения А то, что вы изучаете Это генераторы существенно более слабые Он говорит об очень мощных влияниях И, по сути дела, о струях какого-то вещества И второе очень важное соображение состоит в том, что он упоминал здесь И об этом даже шла дискуссия с Клиновым О том, что это, возможно, не просто какое-то там непонятное вещество А сгустки электронов Электронов И об этом, как вот я чувствую, и Шелдерс говорил Возможно, и другие Еще одна важная вещь Уже то, что я для себя новое здесь увидел Вот в этом докладе Состоит в том, что он впервые Я все думал А что же все-таки является важнейшим каким-то обстоятельством Который видит появление вот этого излучения Вот этот сегодня у нас нет Губарева Он Уехал А, он уже уехал, к сожалению Вот он об этом говорил А где же оно появляется? Почему оно появляется? В каких обстоятельствах оно появляется? И мне кажется, вот ответ дал Александр Щучкин Или, по крайней мере, наметку Движению к ответу дал Александр Щучкин Быстро протекающие процессы Он об этом говорил Вот если процессы идут очень быстро И, видимо, есть какой-то предел По чистоте процесса Который ведет 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 Вот к этому Генерации этого Значит, явления Это для меня Было ясно Четко сказано Вот Александр Щучкин Это было новое Спасибо Поговорим АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да Ну вот Мы почти в темпе двигаемся Значит, следующий доклад Ну-ка Продолжение следует...